Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодняшний вебинар сразу относится к двум трекам. Это и работа с PowerPoint, с презентациями, и работа с переупаковкой контента. Но я вот решила оформить в цветах именно переупаковки контента, потому что именно на этом хочу я сделать акцент. Немножко меньше на инструментах, хотя каких-то конкретных четких инструкций я тоже вам выдам, но немножко больше на смысл, для чего мы это делаем, как мы это делаем, как это может помочь в нашей работе. Это последний вебинар уходящего года. В следующий раз мы с вами встретимся в январе, поэтому присоединяйтесь к обсуждению, пишите вопросы. Давайте в чате сразу проведем небольшой диалог и закончим вот мои вебинары этого года хорошим, ярким, активным мероприятием. Итак, напоминаю, в этом треке я говорю про переупаковку контента, а именно про то, что тот контент, который мы создаем, не должен лежать мертвым грузом, он должен в дальнейшем использоваться. Контент – это вообще, в принципе, все, что мы создаем. Провели лекцию – у нас остался какой-то контент. Провели вебинар – тем более осталась презентация, видеозапись, аудиозапись, которую можно снять. Многие вебинарные комнаты дают возможность выгрузить чат и, например, составить список самых популярных вопросов аудитории. Если вы делаете какие-то раздаточные материалы, если вы ведете просто какой-то один урок или какое-то большое открытие мероприятия, все это дает вам массу контента. И обычно после того, как завершилось событие, мы этот контент кладем на самую дальнюю полку. Но это неправильный подход, ведь аудитории скорее нужен не самый новый, не самый свежий контент, а контент качественный. Если посмотреть на то, как много информации выкладывается в интернет, не то что ежедневно, а буквально ежечасно, вы поймете, что любой человек, как бы быстро он не читал, как бы он быстро не воспринимал информацию, в этом потоке просто утонет. И в случае, когда не хватает внимания на то, чтобы изучить все новое, наши пользователи, наша аудитория в первую очередь будет искать контент качественный, хорошо структурированный, хорошо разбитый на главы, хорошо оформленный, написанный понятным и четким языком. И мало кто из авторов может сразу, насколько с первого раза, создать максимально качественный контент, который потом, как вирус разойдется по всему интернету. Так, пишут, что не очень хорошо, может быть, некоторым у нас слышно. Попробуйте прибавить звук у себя, потому что, если я у себя сейчас немножко добавлю, то я начну хрипеть. И когда мы работаем с презентацией, когда мы проводим какое-то мероприятие, основанное на презентации, будет живое выступление, будет он, как сейчас, вебинар, мы можем эту презентацию не убирать в архив, а использовать как основу для создания дальнейшего контента. Первый вариант – это создание именно учебного контента. Мы продолжаем вот эту вот линию. Например, провели вебинар и продолжили. Создали на основе презентации какой-то самостоятельный материал или разобрали ее на части и использовали в составе уже какого-то нового материала. Для чего это нужно? Вот самый главный вопрос, когда мы начинаем контент перепаковывать, мы задаем себе самый главный вопрос – зачем? Зачем нам нужно эту презентацию уже отработать и превращать в какой-то новый материал? Здесь ответ, наверное, очень и очень простой, что хороший материал достоин того, чтобы повторяться, для того, чтобы выдавать его новой аудитории, немножко дорабатывать, немножко улучшать. Ведь человек, который, например, в ВУЗе ведет курс, читает год за годом лекции по одному и тому же учебному плану, он же не готовит на каждый год совершенно новую презентацию, совершенно новый материал. Где-то он дополняет, где-то улучшает, где-то актуализирует информацию. В интернете мы можем подходить с этой же точки зрения. Провели мероприятие, взяли презентацию и превратили ее в новый уже учебный контент. Вторая, соответственно, задача, которую могут решить переупаковка презентаций – это тизеры. Тогда, когда нам нужно что-то прорекламировать, о чем-то более подробно рассказать. Тизеры могут использоваться на этапе подготовки к какому-то мероприятию, событию, либо на этапе, когда уже событие прошло, его нужно повторить или отрекламировать следующее событие по схожей тематике. Тизерами тоже очень-очень заполнен интернет, и этим способом переупаковки контента не стоит пренебрегать. И такой же вопрос, который я теперь уже адресую вам, напишите, пожалуйста, в чате. Зачем нужно превращать презентацию в тизеры? Так, вместо автора видно фото ведущего. Может быть, нужно перегрузить страничку. Пока вроде бы все хорошо. Итак, мы превращаем презентацию в другой самостоятельный учебный контент для того, чтобы повторно использовать хорошую качественную информацию, а не готовить каждый раз какой-то новый материал. А тизеры, переупаковываем презентацию в тизеры для того, чтобы популяризировать. Так, еще какие-то варианты? Создание нового материала на основе старого, современное. Это да, это больше все-таки к учебному контенту подходит, потому что тизеры, они больше нацелены на рекламу. Указать взаимосвязь, да, согласна. Охватить больше аудиторию, чтобы студенты записывались на курсы по выбору, да. Здесь, наверное, самый такой точный ответ на вопрос, зачем? Это то, что аудитории надо часто напоминать о происходящем. То, что вы сказали, что, например, начнется новый онлайн-курс через две недели, этого недостаточно. Аудитории нужно напоминать об этом довольно часто. Какие-то крупные фирмы, продающие большое количество товаров, заказывают анимированные ролики, специальные рекламные кампании. Для нас с вами это довольно сложно. Но мы в любой момент можем переупаковать нашу готовую презентацию в симпатичный тизер, который увидит, ну, может быть, 70-80 человек, и часть из них заинтересуется происходящим. Даже если это не коммерческое продвижение, даже если вы просто приглашаете на какое-то свое открытое мероприятие, все равно нужны тизеры. Когда мы в фирме работаем с контент-планом, да, составляем вот как раз на месяц, как мы будем рассказывать о мероприятиях, у нас всегда есть несколько точек соприкосновения. У нас есть общий календарь, где есть тизер события. У нас есть в группах в социальных сетях реклама, например, за неделю, за три дня, за день, и в день события, вот прямо перед началом мероприятия мы говорим, что вот сейчас вот-вот начнем. И для того, чтобы сделать такое большое количество тизеров, нужно много материала. Презентация этих задач в полной мере решает. Следующий, третий случай – это создание контента для сетей. Здесь все очень просто. Мы делим наш хороший, качественный учебный материал на небольшие порции и используем соцсети как именно тот канал коммуникации, где наша аудитория проводит больше всего времени. Я написала в общем и целом соцсетей, это могут быть и мессенджеры, например, вот на регионах севера, в регионах севера лучше всего работает подача материала через WhatsApp, и там нужно готовить уже форматия WhatsApp. В столицах лучше всего работает Facebook, в регионах лучше всего работает ВКонтакте, и вот уже в зависимости от того, какой канал коммуникации популярен именно у вашей аудитории, именно для этого вы можете готовить контент и подавать информацию порциями. Переупаковать презентацию можно тогда, когда установлен Windows 2010 года, раньше этим не занималось. Переупаковать презентацию можно тогда, когда у вас есть PowerPoint. И даже, я скажу больше, PowerPoint неважно какой версии. Даже самые-самые первые версии могут сделать то, о чем я вам сегодня говорю. Итак, такой же вопрос в чат. Зачем? Зачем нам нужно делать контент для соцсетей? С тизерами понятно, да, мы рекламируем, мы напоминаем о происходящем, мы где-то заманиваем, привлекаем аудиторию, а вот зачем учебный материал, тут прямо открыто кусочек лекции, кусочек текста из вебинара, зачем ему выкладывать в соцсети? Я думаю, на этот вопрос легче всего будет, как перед тем, кто был на прошлом вебинаре, про адаптацию учебного контента по моделям восприятия, вовлечения, подтверждение экспертной позиции, совершенно согласна. Так, для рекламы, для рекламы тизеры, поддерживаем интерес свои странички библиотеки, да, экспертный опять же контент, да, и, конечно же, это очень важно. Для удаленки заинтересовать визуализация. Так, и тут еще вопрос про переупаковку в формат PDF или сразу в видео. Сразу в видео я покажу, как это делать немножко позже. Итак, если мы переупаковываем информацию, презентацию в контент для соцсетей, мы используем разные коммуникационные каналы. На предыдущем вебинаре я рассказывала о том, что кому-то легче воспринимать информацию на слух, кому-то легче видео, современное поколение легко переключается между разными коммуникационными каналами, но их внимание неустойчиво и непостоянно. Поэтому для того, чтобы зацепить как можно большее количество аудитории, для того, чтобы выполнить свою учебную цель, нужно цеплять их на разных коммуникационных каналах. Что-то вы рассказали на онлайн-мероприятии, какой-то материал вы продублировали в социальных сетях, и, может быть, человек именно в социальных сетях лучше его воспринял. Какой-то материал вы, может быть, переупаковали в видеоролик или в раздаточный материал, чтобы у человека было другое время для того, чтобы с ним поработать. Но именно социальные сети являются самым привычным и самым удобным для аудитории коммуникационным каналом. Вот эти три сценария переупаковки презентации мы сегодня разберем немного подробнее. Я покажу примеры. Все примеры, которые я буду показывать, это мои собственные, за то, что я выкладывала, может быть, в разных группах, в разных ситуациях. И я немножко расскажу о том, как сделать именно такую переупаковку презентации. Начнем мы с учебного контента, как, наверное, с того, что беспокоит нас больше всего. Поговорим про то, как из презентации получить несколько других форматов. Я не говорю, что презентация сама по себе неинтересна, но если мы делаем презентацию правильную для выступления, вот именно такую, которая мотивирует, заряжает аудиторию, привлекает внимание, то без речи спикера ее очень тяжело потом перечитать. Перевспомнить вот эту информацию, которую рассказывали. Поэтому для учебного контента презентацию обычно переупаковывают. Одни из таких вариантов переупаковки, первое, что я встретила, это в книгах Ренольдса Гарра, презентация Стиви Дзен, когда рассказывая о том, как делать классные интересные слайды, он вкладывал скрешеты в презентации. Они достаточно мелкие, их невозможно, наверное, почитать полноценно, но можно посмотреть на такой скрешет и понять настроение, возможно, темп презентации, тему, то есть получить какое-то вот такое впечатление. Это тогда, когда клаверство у нас в печатной формате, и вот книги тоже можно было показать. Показывать один слайд было недостаточно информативно. Я обратила внимание, вот именно при чтении его книги, что формат скриншот одного слайда автор использовал намного реже, потому что вот такая вот череда слайдов, череда снимков, череда картинок рассказывает о презентации, о методах ее создания намного больше. И вот по аналогии с тем, что делал в своей книге Гарр, мы из презентации режем набор иллюстраций. Они могут быть использованы для разных целей. И каждый раз, когда я готовлюсь к вебинару, я каждый раз презентацию сохраняю еще и в виде набора иллюстраций. В любой момент у меня эта пачка картинок всегда под рукой. Вот, например, одна из прошлых презентаций. Сразу она состоит у меня, как правило, из 50-60 слайдов. Я иду в основное меню, выбираю пункт «Сохранить как». И в качестве формата я указываю рисунок в формате JPEG или рисунок в формате PNG. PowerPoint сразу спрашивает, сохранить нужно один слайд, если вам нужна одна какая-то конкретная иллюстрация, или все слайды. Я обычно сохраняю все слайды, потому что обращаюсь к переупаковке презентации довольно часто и никогда не знаю, что мне понадобится заранее. Поэтому мне проще сохранить сразу большой папкой. То есть в той же папке, где лежит презентация, создается еще одна папка с аналогичным названием, и в ней будет лежать весь вот такой вот набор картинок. В любой момент я могу зайти в эту папку и взять отсюда иллюстрацию, которая мне понадобится. Для чего их можно использовать? Например, когда я делаю какой-то учебный текст, пишу какую-то в Word, в Google Doc, пишу какую-то статью обучающую, рассказываю о чем-то, и часто без иллюстрации обойтись довольно сложно. Можно, конечно, искать сторонние иллюстрации, но если у меня уже есть готовые презентации, почему бы из них не взять какие-то симпатичные слайды, которые будут иллюстрировать мою мысль. Для оформления курса. То есть это учебный сайт. И для того, чтобы вполне раскрыть тему, я здесь использовала, как видите, сверху иллюстрацию другого автора, скриншот из книги. А снизу, опять же, сделала презентации иллюстрации, которые наглядно объяснили мою мысль. Мне нравится сам формат презентации, потому что он очень хорошо ложится на экран. Вот эти горизонтально ориентированные слайды, они легче воспринимаются, когда они находятся на экране компьютера. Легче, чем в вертикальной страничке. Такой вариант для квест-лига. Да, тоже хороший вариант. Презентация, из нее пачка иллюстраций, и затем уже, когда возникает необходимость в какой-то тематической подходящей картинке, легко обратиться и легко в зерк. Но это, наверное, самый очевидный, самый простой вариант. Второй вариант переупаковки презентации, более сложный и вызывающий намного больше, конечно, вопросов, это переупаковка презентации в видеоролик. В чем преимущество переупаковки именно в видеоролик? В том, что немножко по-другому идет восприятие информации. Видеоролики сами по себе более универсальны, как формат. Их можно слушать, несмотря на экран, для тех, кто нормально собирает информацию на слух. Их можно смотреть, например, с теми же субтитрами, если они загружены на YouTube, и у них может создаться автоматическая дорожка субтитров. Можно прокликивать их, чтобы вспомнить информацию, смотреть на стоп-кадры и вспоминать, о чем рассказывал спикер конкретно на этом выступлении. Видеоролики очень и очень универсальны. Для того, чтобы их создать, можно использовать два варианта. Вы берете готовую презентацию, так как она есть. Иллюстрации должны, естественно, слабую нагрузку, должны быть информационными. Да, если смотреть на всю папку с картинками, понятно, что не все из них подойдут в качестве иллюстрации. Например, вот этот вот слайд, он не несет никакой информации. Это просто расположение макета. Если есть соответствующий текст, то ее можно использовать именно в качестве иллюстрации. Если текст должен быть именно на слайде, то лучше использовать, например, вот этот вот макет, где перечислены какие-то особенности, верстки различных типов слайдов. Если нужно показать, как работать в какой-то программе, то я возьму уже вот этот вот скриншот, тоже вставленный в презентацию. Именно поэтому я и сохраняю все папки, потому что когда-то мне нужна просто картинка, когда-то мне нужна именно учебная информация, сразу хорошо оформенная, когда-то мне нужен скриншот, которых в моих презентациях очень и очень много. И я, наверное, никогда не использую картинки пачками. То есть я всегда выбираю какую-то одну подходящую. Не кажется ли вам, что украшательство в презентации – это бич? Смотря что ими, я иду под украшательствами. Есть разные точки зрения на этот вопрос. И чтобы вот сейчас не устраивать долгий спор, потому что темы иллюстрации, фотографии, иконок, я рассматривала в других вебинарах, я скажу как человек, который делает очень много презентаций. Если вам не нравится делать презентации, если мне кажется вам скучными, влеклыми, вы очень быстро от них устанете. Мне нравятся презентации, в которых есть какие-то персонажи. У меня есть специальный набор иллюстраций, который я использую, и когда я вставляю какую-то очередную тематическую картинку, у меня повышается настроение, и я меньше устаю от подготовки к вебинару. Возвращаемся к видеоролику. Нравится или не нравится, это не критерий. К сожалению, это очень важно, потому что когда вы постоянно выполняете одни и те же действия, очень быстро выгораете. И здесь важно следить за своим эмоциональным состоянием. Если вам нравится зеленый цвет, делайте зеленые презентации с зеленым фоном, а потом просто одним нажатием кнопки перекрашивайте фон обратно на белый. Хоть так, хоть иначе, удаленная работа, карантин, локдаун очень сильно показала, что от того, насколько нам нравится, от того зависит качество работы. Мы можем действительно рассматривать так, как и притерий. Итак, для того, чтобы превратить нашу презентацию в видеоролик, нам нужно добавить к ней еще один мультимедийный формат. Есть слайды, которые мы показываем, и по идее к ним нужно добавить звуковую дорожку, то есть речь спикера. Можно добавить видеозапись, точно так же ставить мультимедийный формат, как видео. Например, прямо с той же записи вебинара или с той же записи очного мероприятия, ставить видеодорожку. Но это сделает файл намного тяжелее. Проще поставить звуковой файл. Звуковой файл можно даже с того же вебинара вынуть как отдельную звуковую дорожку. Например, многие сервисы скачивания видео с YouTube предлагают возможность скачать только один звук в формате MP3. Даже если взять этот звук и подставить его в презентацию, аккуратно его раскидать по слайдам, согласно информации на экране, уже получится какая-то осмысленная презентация, которая годится для видеоформата. Нужно, если нет возможности поставить какой-то готовый звук, вы можете его записать самостоятельно. Во вкладке «Вставка» есть кнопка «Звук» и вариант «Записать звук». У вас откроется вот такое дополнительное окно, вы нажимаете вот сюда, на красную кнопку, начинается запись звука, ее можно ставить на паузу и продолжать запись с того же самого места. После окончания записи у вас на том слайде, на котором вы записывали, окажется вот такой звуковой файл. Если он нужен будет вам отдельно, можно кликнуть по нему правой кнопкой мышки и сохранить его вот как мультимедия. Пайл сохранится в формате WAP Windows Media Audio. Даже если вы не собираетесь записать как видеоролик, вот так через PowerPoint, можно получать вполне, в принципе, приличные аудиозаписи. То есть садитесь, наговаривайте все, что хотите сказать, «Режете на части». Это можно сделать теми же штатными средствами PowerPoint, то есть один и тот же звук поставить на каждый слайд, но выделить в нем, отрезать в нем только нужную соответствующую картинке на экране часть. И потом просто-напросто сохранить файл как видеоролик. Можно добавить немного анимации, немного каких-то эффектов, но, конечно, это должно быть в меру, потому что акцент должен быть все-таки на информацию на экране. Второй способ, он немножко сложнее в исполнении. Мне кажется, что проще сначала, наверное, провести мероприятие, отрепетировать речь и только потом уже пользоваться им. Когда вы уже знаете, сколько времени занимает рассказ, а как долго нужно останавливаться на каком-то слайде, вы можете зайти во вкладку «Слайд-шоу» и вот здесь нажать на кнопку «Записать слайд-шоу». У вас тоже появится отдельное окно, и вам нужно проверить, чтобы была включена первая, вторая галочка «Закадровый текст», «Рукописный бот» и «Лазерная указка». И первая галочка «Время показа» «Слайды и анимации». Это значит, что вы, когда вы будете начитывать голос, он будет у вас сразу раскладываться правильно по слайдам в том темпе, в котором вы их листаете. После окончания вы получите такой же аудиофайл, а во время записи у вас будет на экране, то есть будет открыта на полный экран презентация и появится вот такое небольшое окно. Здесь точно так же можно ставить запись на паузу, для того чтобы что-то повторить. А вот эта стрелка будет отвечать за перелистывание на следующий слайд. Для того, чтобы запись именно остановить, нужно нажать на кресле, когда вы выйдете из режима, и сохранится только то, что вы уже успели записать на данный момент. Не удалится все, а сохранится только та часть, которую вы уже записали. Дальше вы выходите в дню сохранения и выбираете запись MP4 или Windows Media Video. Вот любую из этих двух строчек. Когда вы используете саму запись вебинара, у вас на экране есть видео с вашей камеры, сама презентация, комментарии в чате, какие-то, может быть, технические моменты, ответы на вопрос. И для того, чтобы аккуратно это видео оформить, его нужно смонтировать. Не все умеют монтировать, мне для всех это просто и понятно. Поэтому во многих случаях проще перечитать вебинар, если вебинар идет час, то, поверьте, при перечитывании он займет 20-25 минут, даже если насыщенной информацией, не отвлекаясь на чат, не отвлекаясь на вопросы, убирая какие-то организационные моменты, ваш вебинар сократится, и получится, в принципе, вот такое небольшое аккуратное видео. Это опять же мой личный пример. Я перечитывала запись одного из вебинаров, листала слайды и наговаривала голосом согласно тому, что видео на экране. Так, я вернусь к чату. Очень много обсуждений насчет иллюстрации и картинок. Видите, есть слайды информационные, есть эмоциональные. Без эмоциональных слайдов внимание аудитории быстро теряется. Иллюстрации, фотографии, они как раз, в принципе, и помогают сконцентрировать внимание аудитории. Если вы в своей аудитории уверены, если вы знаете, что вы можете удержать их внимание другими способами, не используя иллюстрации, то есть только тексты, белый фон, и ваша аудитория не может оторваться, конечно, вы можете оставить свою презентацию без эмоциональных слайдов. Не будем забывать о геологических принципах психологии восприятия и тому подобное. Да, вот именно про психологию восприятия тоже был один из предыдущих вебинаров. Я показывала, как паттерны чтения. Я думаю, раз вы так активно обсуждаете эту тему, вы знаете про F-паттерны, про Z-паттерны и про то, что есть активные, неактивные области на слайде, как раз которые могут служить для размещения и навигации, и логотипов, и в том числе иллюстрации. Они не будут отвлекать внимание от основной информации на слайде, но при этом будут как раз задавать вот это вот настроение. И все лучшие онлайн-курсы, все, которые я смотрела, в создании которых я участвовала, у всех у них было какое-то яркое, запоминающее настроение. Например, если я вижу слайд с картинкой, рисованного котика, я сразу понимаю, что это курс Кирилла Настатина, сразу вспоминаю и голос Пикера, и его манеру вести мероприятие. И вот эти вот иллюстрации становятся для меня своеобразным крючком, который якорит состояние. Если я приходила на этот онлайн-курс воодушевленная, с желанием творить, то при виде любой картинки от этого автора я сразу возвращаюсь в то психологическое состояние. Это тоже важно. Еще один способ переупаковать презентацию – это создать из нее раздаточный материал. Точно так же в основном меню Powerpoint есть вкладка «Экспорт», и здесь можно выбрать несколько пунктов. Можно прямо через меню «Экспорт» создавать видеоролик, тогда будет немножко больше настроек, чем просто автоматически сохранять их в Unpack 4. Есть возможность создать сразу документ в формате PDF. то, как будет выглядеть ваша раздавка, зависит от образца раздавки, от того, как вы настроите мастер-слайды, потому что можно настроить шаблоны не только самих слайдов, но и шаблоны выдачи, шаблоны создания вот такой раздавки. К сожалению, в Powerpoint довольно маленькое количество вариантов, довольно бедные настройки, как вы видите, и сделать что-то по-настоящему красивое и удобное через сам Powerpoint довольно сложно. Примерно следующим образом будет выглядеть раздавка. Если взять слайды презентации и добавить какие-то строчки для записи текста, то мы можем получить какой-то вот такой вариант. Но как бы не выглядело, да, даже если вот через сторонние сервисы, вот этот вариант, например, сделан через сервис Canva, в любом случае раздаточные материалы – это тоже хороший способ переупаковать учебную информацию. Но раздаточные материалы, какие бы слайды вы ни выбрали, они плохо работают самостоятельно, они хорошо работают в сочетании. Если вы, например, презентацию перевели в видеоролик и к ней приложили PDF для скачивания, в этом варианте они будут работать, конечно, лучше. И к раздаточному материалу у меня вот немножко неоднозначное отношение. Вот именно для себя я еще не нашла удобный и хороший вариант, как можно какую-то из моих презентаций именно в хороший, качественный PDF-файл превратить. Я пока экспериментирую. Если что-то интересное у меня получится, я тоже об этом обязательно расскажу. Про сервис Канва, вот в треке по презентациям очень много информации. Я рассказывала, вы можете на канале YouTube найти как раз трек. Там про сервис Канва много рассказано, как его использовать для вершки текстовых слайда, для загрузки уже готовых презентаций, для вывода презентаций в качестве, например, мини-сайта или получения кода, который можно встроить на свой сайт. Он бесплатный, у него, точнее, есть бесплатный тариф. В отличие от новых сервисов, он русифицированный, с ним удобно работать, и у него есть мобильное приложение, которое тоже очень и очень удобно. Вот, зайдите на канал Директ Академии, и вы увидите действительно много материалов по сервису Канва. Ой, как раз. Следующий способ переупаковки презентации – это создание тизера. И я добавила здесь еще один вариант. Это создание такого своеобразного раздаточного материала White Paper. Это документ, содержащий какую-то информацию, который служит заманухой на курс, на мероприятие на какое-то. То есть это красиво, ярко, качественно оформленная в формате документа информация, которая затем более полно будет раскрываться уже во время других событий. Вот тизеры и White Paper. Снова вообще, в принципе, из-за бизнеса пришло, но мне кажется, что именно White Paper работает лучше, чем раздатка. Не просто вот какой-то костяк презентации, а создать именно интересный PDF-файл, с которым можно в дальнейшем поработать, который будет как самостоятельный источник информации, скажем так, для начинающих кожей. Тизеры хорошо работают на этапе подготовки какого-то большого материала. Когда вы еще только начинаете работать над презентациями, над учебным контентом, уже сразу можно допускать какие-то тизеры, показывая небольшие кусочки уже проделанной работы. Как мы с вами обсуждали, что тизеры очень хорошо напоминают аудитории о том, что скоро будет происходить что-то интересное. Я пробовала разные варианты тизеров. Один из них – это гиф-анимация. Когда я рассказывала про анимированные презентации, презентации большим количеством интерактивов, я те слайды, которые показывали процесс создания презентации, склеила в один гиф-файл. Это тоже сделано через стандартное меню PowerPoint'а «Сохранить как» в видео в формате вид. И получилась вот такая анимация, которая спокойно грузится в социальные сети. Но это не только социальные сети, там может быть лендинг, достаточная страница какого-то курса или ваша личная страничка. Такой вариант, который я использовала, это при подготовке к одному из вебинаров Директ-Академии, как раз на треке «При упаковке», когда я делала вот таких вот 3D-персонажей, которые иллюстрировали тезисы во время выступления. Я их же загрузила в Instagram, в Stories для того, чтобы привлечь внимание вот к тому, что я делаю. Это тоже один из вариантов тизера. Для того, чтобы презентацию превратить как раз в интересные форматы, мне пришлось бы использовать функционал изменения размера слайда. Во вкладке «Конструктор» у вас есть кнопка «Размер слайда». Здесь можно выбрать настраиваемый вариант. И для того, чтобы создать Stories, я установила вручную. Примерно зная соотношение сторон, я поставила ширину слайда 10 сантиметров. Высоту я оставила такую же, как обычно 19.05, высоту поставила по 10 сантиметров. И дальше, когда я нажимаю на «Подтверждение», PowerPoint меня спрашивает, что я хочу сделать – развернуть или подобрать размер. От этого зависит тот вид, который приобретут в слайде. Возьмем первый вариант – «Развернуть». В этом случае все объекты остаются точно такого же размера. Они точно так расположены, уменьшается только кадрирование самих слайдов. То есть сейчас, как видите, крупный осталось такой же, просто слайды и умерли свой размер. Вот в качестве эксперимента за 6-7 минут я оставила только 5 слайдов и немножко по-другому расположила информацию. У меня получился вот такой набор картинок, который, в принципе, можно использовать для тизеров в Stories. В Stories важно помнить, что вверх и вниз нужно оставлять пустыми, потому что там будет строка состояния, кнопки настройки и так далее. Поэтому вот немного контента на одном слайде. Так, как меня найти в Инстаграм? Хороший вопрос. Наверное, по имени и по фамилии я должна легко найти. В 2007 точно нет всех этих функций. Они располагаются в меню по-другому. То есть в 2007 другое меню, но настройки есть те же самые. И в пункте «Сохранить как» можно найти видеоролик. То есть вы выбираете «Сохранить как» презентацию и в формате выбираете не презентацию «Пауэрпоинт», а видеоролик в формате. Изменение размера слайда тоже есть в 2007 Windows. Если вы сомневаетесь в том, есть ли какая-то функция у вас, можно зайти на сайт техподдержки «Пауэрпоинта», на Microsoft сайт, и там можно прямо указать, какая именно у вас версия «Пауэрпоинта» и посмотреть, как именно в вашей версии выглядит та или иная настройка. Через «Изменить ориентацию слайда». Да, здесь же тоже меняется именно ориентация слайда к нижней альбомной, а ниже строчка «Настроить размер». То есть вот здесь вы нажимаете «Размер слайда», у вас появляется, возможно, стандартный широкоэкранный, и дальше «Настроить размер слайда». Можно сделать книжным, альбомным, выстроить выстроение, что делаете на себе коррупцию «Пауэрпоинта» и туда астребраду. Это группа «Пауэрпоинта», «Пауэрпоинта», «Пауэрпоинта». Это было мое творчество слайда, Альбомный, и все, тем, что вы получите подробно, Возвращаются с цепями, которые у меня верны, Продолжение следует... 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 Ну, например, если я хочу выдать какой-то полноценный учебный мини-модуль, 3-4, может быть, 6 абзацев какой-то важной, полезной информации, то к ней я, скорее всего, выберу отдельную картинку. И как раз это тот случай, когда иллюстрации я беру из презентации, из папки с сохраненными картинками, сохраненной презентации в формате JPEG, потому что горизонтальная ориентация картинки очень хорошо, очень аккуратно встраивается в код и выглядит, наверное, самым лучшим, самым приятным образом. То есть столько текста, сколько нужно, плюс одно какое-то изображение. Изображение, как правило, для того, чтобы привлечь внимание, а основная информация будет содержаться уже в тексте поставки. Наоборот, если основную информацию содержат в себе слайды, то текста может быть немного, а слайдов, картинок может быть уже намного больше. Здесь, например, в ВКонтакте сделан альбом, в котором рассказано о разных сервисах для работы с презентациями. Одна картинка стоит как разоглавная, остальные мелкие, их нужно открывать и пролистывать, просто так их не видно. В этом случае акцент идет на текст, на слайдах. Вся презентация с очень мелкими шрифтов, плохо видно, нужны кнопки, рубрики и прочее. А это про какую именно презентацию? Про вот эту вот. Здесь очень много криншотов. Текста не так много, в основном, конечно, есть криншоты. Скачиваем и потом смотрим. Понимаете, с одной стороны, мне хочется сделать презентацию, чтобы в ней было много информации, потому что я знаю, что многие смотрят записи, многие пересматривают вебинары потом, и значит, что презентация должна иметь какую-то самостоятельную по себе ценность даже без просмотра вебинара. С другой стороны, если начинаешь увлекаться информацией, то даже на компьютере экрана все становится очень-очень мелким. Приходится делать такой гибридный вариант. Так, это вариант, когда основная информация расположена на слайдах. Еще один хороший пример, когда можно использовать какие-то отдельные иллюстрации из презентации, это совместная работа. Например, вот сейчас мы с вами общаемся, пишем в чате, и какие-то комментарии можно сразу добавить на слайды, выложить как раз итог мероприятия. Не просто слайд с какой-то начальной информацией, как презентация выглядела в начале мероприятия, а то, как презентация выглядит в конце мероприятия. Здесь как раз появляется вот эта добавленная ценность, что это не только тот материал, который выдал спикер, но и тот материал, который придумали и который расположили на слайдах еще и слушатели. Спасибо большое за слова поддержки. И вот здесь, на этом примере, в посте, как раз слайды, сделанные на онлайн-доске МИРО, и то, что во время вебинара в Майндмэп, в Интеллект-карту добавляли сами участники вебинара. Для них, для тех, кто был на вебинаре, это дополнительная ценность, а для остальных это возможность посмотреть, как происходило на каком-то конкретном вебинаре именно совместная работа. Итак, если подводить итоги, то четыре основных формата переупаковки, то есть мы говорили три способа переупаковки презентации, это учебный контент, тизеры и контент для социальных сетей. Форматов мы при этом использовали всего четыре. Это сохранение презентации как набора картинок в нужном вам формате, затем их можно использовать в качестве иллюстрации на сайтах, в качестве иллюстрации для социальных сетей, или для того, чтобы делать какие-то интересные тизеры. Это формат видеоролика, который лучше всего делать для учебного контента, чем для тизеров, потому что для тизеров нужен более аккуратный звук, вы можете просто начитать текст своего вебинара, даже во время репетиции. Я знаю, что многие репетируют, готовятся к выступлениям, и этот звук во время репетиции можно записать как аудио, а затем сохранить уже как видеоролик. Третий формат – это документ, как правило, в формате PDF, но можно и через Word его прогнать. Такой документ может служить в качестве раздаточного материала или рекламного документа – white paper. И, наконец, последний вариант. Я отдельно вынесла как раз анимацию вебки, потому что они находятся и на стыке картинок, и в видеороликах. Анимации лучше всего годятся, конечно, для контента в социальных сетях, но у гифов есть и еще одно такое неочевидное преимущество. Если вы сохраните какую-то презентацию в формате гифки, вы можете вставить ее на слайд другой презентации, и она будет там автоматически пролистываться при просмотре. Например, можно в одной презентации сделать интересную анимацию персонажа или инфографику, а затем сохранить ее в формате гифки и повторно использовать там, где она нужна. Если какие-то вопросы, если вы хотите что-то обсудить, показать, пообщаться, вы можете всегда написать мне на почту. Я с удовольствием читаю ваши письма и на них отвечаю. Спасибо вам за активность. Мы сегодня обсудили очень интересную тему, и я надеюсь, что после этого материала ваши презентации будут вынуты из архива, и вы увидите, как много прекрасного, такой отличный контент можно создать из старых файлов PowerPoint. Продолжение следует... Тогда на этом я с вами прощаюсь и передаю... Продолжение следует...